Так, как относишься к Нику Черникову и его творчеству? Вот это ты попал, Юрий Пантелеев. Вот это ты хорошо попал на... Я думал о Нике Черникове и смотрел его блог «Сперва добейся», да. Смотрел я его блог как-то «Сперва добейся». Типа, он... И первый его видос, типа такой, типа, буду отвечать на стандартную претензию, типа, я добился, я, блядь, там получил какой-то там, блядь, музыкальную награду за, блядь, какую-то музыкальную хуйню, сам при этом пишет какой-то, короче, я не знаю, музыкальным популизмом он занимается, как бы это сказать, чтобы не обидеть человека, да, музыкальным популизмом. Вот, ни в коем случае его за это не порицаю, но, по-моему, это существо не очень благородное, потому что заниматься музыкальным популизмом – это, скажем так, некоторое предательство музыкального искусства как такового. Поэтому в моих глазах Ник Черников – это музыкальный популист, скажем так, вот такой, который имеет весьма последованное отношение к музыкальному искусству, потому что, с одной стороны, он рассматривает попсу как искусство, блядь, но рассматривает попсу как искусство, с моей точки зрения, некорректно. Почему? Потому что попса – это не искусство, это коммерческий продукт, который направлен на то, чтобы угодить аудитории какой-то. Истинное искусство, оно создается не для того, чтобы угождать какой-то там аудитории, блядь. Не для этого оно создается. Истинное искусство, оно создается абсолютно с другой целью. Оно создается для того, чтобы отрефлексировать реальность окружающего музыканта. И как-то, ну, в общем, чтобы в процессе этой рефлексии произвести на свет что-то такое, что при этом будет являться чем-то выдающимся. То есть ты должен создать некоторый музыкальный артефакт. То есть музыкант, в моем понимании, это создатель музыкальных артефактов, которые представляют из себя самоценность. В то время как попса, она создается совершенно по другим принципам и совершенно с другими целями. Поэтому говорить о том, что попса – это искусство, но это можно с большим, с очень большой натяжкой этим заниматься. Почему? Потому что, ну, вот с большой, короче, я, по-моему, довольно достаточно про Ника Черникова сказал, да, и перешел, понимаете, вот сам по себе Ника Черников – это вот, ну, блядь. Ну, еще один деятель попсы, которых еще миллион штук, короче, валяется, вон, на помойке, блядь. Скажем так, сами по себе они одинаковые все, вот эти деятели попсы. И рассматривать каждого деятеля попсы в отдельности, ну, я не знаю, это все равно, что я не знаю, я буду каких-нибудь глистов в унитазе рассматривать по отдельности. Скажите, зачем? Вот глисты в унитазе, они сами по себе, как бы, они довольно одинаковые, и мне не нужно каждого глиста в унитазе рассматривать отдельно для того, чтобы сформулировать какое-то мнение о каждом из них, да. Ну, вот примерно так и отношусь к Нику Черникову и его творчеству замечательному.